МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН БОРИС ПОЛЕВОЙ Их имена мы знаем с детства, с гордостью повторяя. Это наши земляки, которые творили, живя именно на Тверской земле. А дальше? Дальше создается впечатление, что вся тверская литература закончилась. А если и не закончилась, то существует разве что ее детский раздел в виде книг Гайды Лакзань. Но на самом деле в Твери есть целая когорта вполне успешных авторов. Успешных это не значит тех, кто пишет в стол. Успешных это тех, кого не только печатают, но и читают. В этой семье творчеством занимаются все. Младшая дочь с увлечением музицирует на синтезаторе. Отец семейства пишет книги о компьютерных программах. Писать пробует даже старшая дочь. Но главный творец, конечно же, супруга. Причем Наталья трижды гуманитарий. Отучившись на филфаке, сейчас она не только книги пишет. Днем она работает в Тверской картинной галерее, приобщая земляков и гостей города к миру изобразительного искусства. Что касается книг, то признается, начала писать еще в детстве. В школе это уже были объемистые тетради. А по-настоящему увлеклась творчеством, когда была в декрете. И я почувствовала, что мозг начинает атрофироваться, как любая мышца, которую ты не используешь. А если ты сидишь дома с ребенком и смотришь какие-то детские мультики, играешь в ладушки все время, то невозможно себя как-то сохранить, поддержать в рабочей форме. Надо обязательно что-то делать. И я тогда начала писать просто для того, чтобы чем-то себя занять. А потом уже, когда внезапно начало получаться, я почувствовала, это было, знаете, как такой прорыв плотины просто. Оно резко, сразу. Я почувствовала, что качественно что-то изменилось. И тогда это уже стало совсем другим интересом. То есть это перестало быть каким-то упражнением для себя, это стало уже каким-то делом, которым хочется заниматься. Потому что некоторые пишут, вот я знаю некоторым людям, психологи советуют писать, которые стрессы переживают. Это как такая релаксирующая терапия, человек выплескивает свои чувства, свои мысли, ему становится вроде бы как легче. Это тоже все на стадии упражнений. А есть уже совсем другое желание. Желание, когда ты хочешь донести что-то до людей и людям понравиться. Вот это вот, наверное, не скромно звучит. Но на самом деле, ведь любое искусство, это, ну мне так кажется, в какой-то мере павлини и перья. Вот для того, чтобы привлекать окружающих. Желание понравится. Желание понравится, конечно. Потому что мы все хотим, чтобы нас любили, если быть честными. Абсолютно все. И мы, никто не хочет показывать себя с плохой стороны. И все хотят, чтобы нас замечали. Ну это естественное человеческое желание. И просто если у человека есть какая-то способность, как мне кажется, может быть я ошибаюсь, себя выразить так, чтобы на тебя обратили внимание, то он этой способностью пользуется. А вот Любовь Федорову говорит, что наоборот, когда сидишь в декрете, писать совершенно невозможно. У нее это было время творческого отпуска, после которого она вновь с жадностью принялась за свои романы. Хотя и сейчас времени у нее не особенно много. Дома семья и огромное подсобное хозяйство. Здесь и куры, и гуси, и индейки, и даже пони, которого тоже надо покормить и выгулить. В итоге книги приходится писать в прямом смысле слова, чуть ли не на рассвете. Именно в это время и рождаются ее становящиеся все более популярными фантастические детективы. Критики называют мои произведения псевдоориенталистской фантастикой. То есть это китайская литература, скорее китайский детектив. Просто к Востоку он никакого отношения это все на самом деле не имеет. Но берем те ценности, которые поддерживались в китайской литературе. То есть там герою, детектива даже не обязательно раскрыть, кто убийца или кто там вор или что-то. Самое главное это привести ситуацию к равновесию, чтобы все было правильно. Кто-то протянет, ну понятно. Опять модная нынче фантастика. Но романы Любови Федоровой это не бесконечные сражения с зомби и драконами, которые как раз нынче очень даже в моде. Любовь отмечает, что ей как раз такой тренд совсем не интересен. Просто герой ходит, собирает какие-то вещи, где-то нашел аптечку, где-то встретил какого-то компаньона. И просто квест. Человек идет из пункта А в пункт Б. И в этом вся фантастика. Просто в антураже. Мне такие вещи не совсем интересны. Мне интересно психологические какие-то характеры разворачивать. Мне интересно, опять же, социальное взаимодействие. То есть где-то и революция, может быть, произойдет или что-то в этом роде. Восстание, переворот. В книгах Людмилы Довыденко восстаний и переворотов нет. Может, потому что по натуре она жизнерадостный, позитивный человек. Неудивительно, что свободное время Людмила посвящает зажигательному испанскому фламенко. Мои персонажи это обычные дети, подростки, говорит Людмила, добавляя, что не всегда писала иронические детские детективы. Она до сих пор помнит свой первый роман. Этот роман написан от первого лица. Все, что волновало, вопросы творчества, ну, вопросы, я бы даже не сказала. Ну, да, это вопросы ко мне самой, почему я хочу. Это роман о любви. Это роман, в общем, о каких-то движениях душевных, которые заставляют творить. Может быть, это любовь. То есть я героиня задает, ну, я тоже вместе с ней задает себе вопрос, что человеком движет, когда он хочет творить. Тот роман так и не издали. На дворе стояли 90-е. И всех интересовали книги про золото партии и бесконечные любовные истории. В итоге первой изданной книгой от Людмилы Довыденко стал тот самый иронический детектив. Гераскины против мафии. Здесь вот была мотивация совершенно такая. Мне захотелось прожить что-то, что я вот в реальности точно уже не смогу прожить. Там, ностальгия, да, скажем, по городу, в котором я бывала в детстве. Это уже совсем другой сейчас город. Не такой, каким он был тогда. То есть захотелось вернуться в детство? В детстве в этот город. Ну, я, может быть, даже не самой, а перевоплотившись в кого-то, да, чтобы прожить какие-то определенные там события в этом городе прекрасном, который тот. Тот в то время. А, в то это в каком? То есть в каком время происходит действие? Это не важно. Оно происходит в наше время. Ну, кстати говоря, вот я знаю, что читатели Пушкинской библиотеки, они удивляются, почему герои мои не пользуются сотовыми телефонами. Потому что книги написаны до вот этой вот эры сотовой связи. Просто изданы они уже позже. Вроде и в нынешнее, и не совсем нынешнее время. Вроде и в реальной, и в то же время уже не существующей деревне разворачиваются действия последнего опубликованного романа. Бабушка Маланя, голова баранья. Это тоже приключение. Это просто я себя поместила вот в ту деревню, в которой тоже бывала в детстве, мне и вместе с героями, которых, да, я придумала. То есть я сначала думаю, где бы я хотела побывать. Вернее, я даже не думаю. Мне просто хочется. Сначала состояние, сначала желание. Мне хочется побывать вот в той деревне, где я бывала в детстве. Ее сейчас вообще даже и нет как таковой. Потом я думаю, а с кем бы я хотела там побывать. У меня придумываются герои, которые мне симпатичны. Потом я их просто люблю, они становятся вообще реальными людьми. Их помещаю в какие-то обстоятельства, придуманные мной. Они уже там действуют, потому что они уже живые. Они начинают там действовать. Я даже иногда удивляюсь, это очень интересно. Для меня это тоже приключение. Что-то про себя и от себя было и в первой опубликованной книге Натальи Лебедевой. Журналистка в недавнем прошлом. Она написала производственный, как бы сказали в советское время, роман. Был роман, такой производственный роман о том, как работают люди в новостях на провинциальном телевидении. Поскольку я эту тему хорошо знала сама. И вот тогда я поняла, что уже получилось что-то. То есть вот опять был следующий такой качественный скачок. Не просто, когда я могу начать произведение и закончить произведение. А как известно, для графомана тоже проблема закончить множество начал, ни одного финала. Так вот, и в этот момент я поняла, что здесь, наверное, что-то получится. И совершенно совпало в ощущениях с издателем. Потому что мне сначала позвонили из АСТ. Но там я не прошла сито. То есть там несколько ступеней. Прошла первую ступень, но не прошла последующие. А потом мне позвонили из АСТ в Санкт-Петербург. Вернее, написали. И там меня уже приняли и роман издали. Ну, конечно, это не было автобиографией, отмечает Наталья, которая до сих пор со смехом вспоминает реакцию читателей и знакомых на один ее рассказ. Я написала рассказ «Он мой, она мое, оно мое» от лица девушки, которую бросил молодой человек. Вот они пять лет вместе прожили, он ушел, и она сидит и переживает. И когда я выложила в интернете, я просто была в шоке. Потому что пришел народ в тему и начал меня жалеть. И начал мне говорить, что все будет хорошо. И я говорю, люди, я... Ну, не было ничего такого. Вообще ничего. Ну, нет, вообще ничего. То есть я просто... Вот этот конкретный рассказ, он родился из того, что... Был конкурс, тема была писательства. И я стала думать, просто с холодным носом сидеть и думать. Мне хотелось поучаствовать. Ну, это тоже элемент игры такой. И я думаю вот про писателя, что вот девушка сидит, пишет. Когда мы пишем? Те люди, которые не писатели, а вот просто вот они сидят и пишут какие-то рассказы. Вот когда плохо, да, когда нужна какая-то терапия, выплеснуться. Что может быть у девушки плохо? Ну, например, шел любимый человек. И Наталья, и Людмила, и Любовь уже добились большого успеха. Их опубликовали федеральные издательства. Таких писателей в нашей области с десяток не больше. Рецепт успеха описывают просто. Сначала надо, чтобы тебя прочитали. Но поскольку очень много предложений, есть вероятность, что до тебя просто не доберутся. Это раз. Если добрались и понравилось, то там дальше я знаю, что вот по прошлому опыту, знаю, что редактор еще пойдет и поборется за тебя. И кто там владельцы, я не знаю, какая-то дирекция, какой-то худсовет, я не знаю, как это называется, то есть будет решать. Это еще не только редактор решает. Потом какие-то финансовые для издательства – это бизнес. И поэтому здесь так много факторов. Трудно сказать. Трудно сказать. Удача имеет значение. Но удача, я подозреваю, что она зависит во многом от большого желания человека чего-то достичь. Вот я, это без всякой мистики. Вот эти две книги изданы, потому что я очень хотела их издать. Наталья Лебедев при этом особенно отмечает, текст должен быть качественным во всех отношениях. В нынешние времена, когда, по словам Михаила Виллера, больше не стыдно быть неграмотным, это большая редкость. Не все люди, как выясняется, способны логично излагать свою мысль. Вот там текст, где логично изложены свои мысли, где нет грубых ошибок речевых, ну, орфографических, я уже вообще молчу. То есть, если, конечно, редактор открывает текст, а там корова и ворона, то он его закрывает и сразу. Потому что это просто неуважение, если ты не можешь свой текст отредактировать на таком уровне. А иногда редакторы в закрытых записях, подзамочных, они делятся такими текстами, просто очень смешно читать. То есть, там, где человек, в принципе, владеет языком и может рассказать историю от начала до конца, внятно, этот текст имеет очень большие шансы на публикацию. Потому что таких текстов, как ни странно, дефицит при том, что посылается огромное количество всего. Вот я общаюсь с людьми на литературных форумах, и я смотрю, что если человек продолжает рассылать, если человек пишет такие внятные, вменяемые тексты, не опускает рук, продолжает их рассылать, он попадает в издательство 100%. То есть, я не знаю, все люди, которые я знаю, из тех, кто обладает талантом и не печатается, это люди, которые ленятся рассылать тексты. Кроме того, важно соблюдать сроки. Хотя работать по-стахановски тоже не стоит. Выдавать на гора по роману в несколько месяцев считается дурным тоном. Если, конечно, того не требует издатель. На издательство, если работать, писать какие-то форматные, заказные книги, там требование идет от двух до четырех месяцев на роман. Там, правда, чуть меньше объема этих романов, потому что в основном рассчитано на покеты, на бумажную обложку небольшого формата, там небольшие романчики. Но, тем не менее, издательство дает от двух до четырех месяцев. Год ни одно издательство не дает. Но в писательской среде считается, что человек, который работает меньше года, хорошо бы год два, три, четыре, теряет в качестве. То есть мало обдумывается это все. Действительно, наверное, где-то так и есть. Естественно, для того, чтобы попасть на книжные полки, очень важно написать что-то нестандартное. Хотя можно создать и классический исторический роман. Но тогда это должно быть что-то очень качественное. У меня есть замечательное приятельница Алиса Ханцес. Она русскоязычный автор, но живет в Австралии. Она написала потрясающий исторический роман об Австралии 19 века с безупречной стилистикой. Я показала своему редактору. Они схватились сразу же. Они его долго издавали, они не могли его издать. Они понимали, что он, наверное, не будет продаваться. Он действительно не очень хорошо продается. Но у редакторов тоже есть профессиональная гордость. Если они видят отличную книгу, даже если она не форматная, она не экшен, она никаким вот таким современным популярным запросам не соответствует. Но они видят, что эта книга классная, и они просто по-человечески понимают, что они обязаны ее издать. Вот потому что такой подход, он тоже присутствует, обязательно присутствует. Правда, у успеха на федеральном уровне есть и обратная сторона. Свои же тверские коллеги могут демонстративно перестать тебя считать земляком. Тверская литература и тверские писатели, наверное, это разные вещи. Потому что люди, которые издаются в Москве, они здесь не считаются тверскими писателями. Это же не Тверь. Эти книги московские, книги из Киева, это... Какой я тверской писатель? Это какие-то такие обидки, что что ты типа из себя тут представляешь. Тебя в Москве издали, наверное, и на коммерческой основе. Потому что первый вопрос, когда своим знакомым тоже пишущим и пишущим стихи или пишущим прозу людям говоришь. У меня вышла книга, спрашивают, где в Москве, а сколько ты за это заплатила? Нисколько. Потом бывают еще более нескромные вопросы. Как ты это... С кем? С кем ты там? Ни с кем. А как? Вот так? Просто написал, просто отослал. Через неделю пришел положительный отзыв и договор. Соглашается с коллегой и Людмила. Они варятся, находятся в какой-то вот нашей локальной такой структуре, очень ограниченной. И оценивают друг друга точно так же. Очень ограниченно и локально. Ну, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь. То есть варятся в собственном соку? И мне иногда кажется, что они вообще не знают, что есть внешний мир какой-то. Вот такое ощущение складывается иногда. Они удовлетворены тем, что они находят признание вот в своем вот этом узком кругу. И их это как бы не обязывает к большему, вот что грустно. Под большим подразумевается не только признание, но, естественно, и достойный гонорар. А вот здесь, конечно, не все так просто. Уж если и Пушкин оставил после себя кучу долгов, то что же говорить про нынешние времена, когда страна стремительно теряет титул самочитающий? Если человек начинает писать, и он должен быть готов к тому, что он очень долго не получит денег, которые, ну, хотя бы приблизительно можно назвать деньгами. Есть такое мнение, что если книжка вышла, особенно если книжка, а в книжке там кто-то говорит, где-то пишут, что писатели уже получают большие деньги. Нет, вовсе не так. Конечно, если читателей становится много, переваливается какая-то критическая отметка, там начинаются, конечно, совсем другие суммы. Но этих людей буквально единицы. То есть вот чья фамилия абсолютно на слуху, значит, этот человек получает какие-то деньги, на которые можно жить, в принципе. Свою лепту вносят интернет-пираты, которые с труднообъяснимым рвением выкладывают в сеть чуть ли не каждую новинку. У нас тиражи сейчас упали просто из-за того, что в открытом доступе любые тексты, даже если это автор выкладывал где-то у себя в социальных сетях отрывками, соберут и положат. И потом, естественно, бесполезно это все даже вывешивать на том же букс-маркете за деньги, на том же Литресе. То есть электронную версию на Литресе покупают, в следующий день выкладывают на пиратском сайте. Так это происходит. То есть у нас пока, наверное, нереально пишут энтузиасты, либо пишут, опять же, не думая, авторы которых просят побыстрее, помассовее, попроще. Люди, выросшие на Стругацких, на том же Кире Булычеве, они не могут читать вот эту литературу, которую чаще всего, минуя даже редакторскую правку, минуя корректорскую правку, сразу со страниц этой самой сдатной библиотеки, си крупнейшей для самоопубликующихся в интернете авторов, попадают сразу в печать. А такое тоже часто бывает. Однако, по счастью, в печать еще попадает и качественная чтива. Тех, кто талантлив и настойчив, что и правильно. Ведь, как написали те же Стругацкие, почему мы все-таки, несмотря ни на что, должны идти вперед? А потому, что позади у нас либо смерть, либо скука, которая тоже есть смерть.